Вау, цена биткоина прямо сейчас в Иране составляет приблизительно 30447 долларов США. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и не спешите радоваться. Досмотрите это видео до конца, прежде чем писать комментарий, что это неправда. Цена биткоина в последние дни растет. Интересно заметить, что это происходит на фоне того, что так называемый индикатор войны достигает исторического пика. Сегодня мы еще поговорим об этом индикаторе, что он значит и как глубоко связан не только с ценой биткоина, но и с рынками золота, серебра и другими, которые тоже выросли вместе с биткоином, следуя за индикатором войны. А вот глобальный рынок акций потерял всю свою прибыль за новогодние праздники. Также мы вспомним о том, что такое черный лебедь. И конечно же речь пойдет о ситуации вокруг Ирана и о том, как это влияет или не влияет на биткоин. Кстати говоря, именно в этом пункте многие журналисты и блогеры опять повелись на шумиху и, к сожалению, дезинформировали своих зрителей и слушателей. Поэтому убедитесь, что вы подписались на канал, оставили лайк, а комментарий написали только тогда, когда досмотрели видео до конца. И вернемся к самому началу, индикатору войны. Полное название индикатора Lockheed Martin, аббревиатура LMT. Именно так вы можете найти его в интернете, если захотите проверить все самостоятельно. Lockheed Martin это американская военно-промышленная корпорация, а LMT это сокращенное название ее акций. Как вы видите, начиная с января акции компании находились в постоянном росте, достигнув при этом исторического пика. Ведь если мы посмотрим на курс этих акций более глобально, мы видим, что никогда за всю историю такого курса не было. Но куда более интересно то, что именно этот график считается самым известным и популярным индикатором войны. Эти акции даже внесли в список четырех самых надежных акций, которые нужно купить в преддверии войны против Ирана. Кстати, очень интересная тема. Я бы сделал по ней видеоролик, если увижу, что вы этого хотите. Почему же график акций Lockheed Martin называют индикатором войны? Все очень просто. Фактически Lockheed Martin занимается тем, что производит все то, что нужно для войны. Соединенные Штаты только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику, написал Трамп у себя в Твиттере два дня назад. Как вы, наверное, понимаете, большая часть этих средств ушла в компании, связанные с военным производством. А одной из самых крупных таких компаний является Lockheed Martin. Очевидно, компания от таких конфликтов Америки с кем-то только выигрывает. И это видно потому, что их акции достигли исторического пика. Чтобы подтвердить это наблюдение, мы можем также сопоставить график LMT с любыми другими конфликтами. Вот, например, период с 1999 по 2002 годы. Все мы помним теракт 11 сентября 2001. Как вы видите, в этот же день рынок акций Lockheed Martin сильно подскочил, а затем достиг своего на тот момент исторического пика. Это было связано с тем, что вероятность войны тогда сильно возросла. И сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию. Кстати говоря, это переживают не только компании, связанные с военной индустрией, но и рынок драгоценных металлов. Например, золото, которое демонстрирует 10% рост. Как мы можем понять, во времена глобальной экономической и военной неопределенности, такие вещи, как золото и серебро, стремятся в рост. Теперь впервые мы видим доказательства тому, что и биткоин следует этому правилу и реагирует на такие же ситуации точно так же, как драгоценные металлы. С той лишь разницей, что процентный прирост у биткоина значительно выше. Кроме золота, в тот день также показывали рост серебро, платина, палладиум и так далее. Тем временем глобальные рынки акций, наоборот, показывали спад, после того, как основные рыночные индексы, такие как S&P 500, NASDAQ, Dow Jones и другие, находились на отметках исторических максимумов. Забавно то, что когда криптовалюта упала на 60-90% от своих исторических пиков, мало кто рисковал ее покупать. И до сих пор мало кто рискует ее покупать. Зато покупать S&P 500 на исторических пиках всегда пожалуйста. Это доказывает, что люди очень любят покупать на вершинах. И если вы спросите меня, является ли биткоин хорошей покупкой сегодня, я отвечу, это не финансовый совет. Для меня, конечно же, является. Еще раз повторим, с ростом глобальной экономической военной неопределенности цены таких активов, как золото, серебро, акции военных гигантов, а теперь и биткоина ползут вверх. И самое важное, это толкает вверх курс акций военных компаний, таких как Локхит Мартин. Это главный индикатор войны. Но я хочу сразу уточнить, что никогда не собираюсь спекулировать на таких вещах, как Локхит Мартин. Ведь они производят оружие, из которого потом убивают людей. Я лично не готов к такому абсолютно. Кстати говоря, если сравнивать графики биткоина и Локхит Мартина, мы можем заметить, что в 65% случаев они идеально коррелируются. Почему же корреляция не стопроцентная? Да потому что у биткоина есть множество вещей, куда более важных для его курса, чем военная неопределенность. Это циклы, это халвинг, это фундаментальные данные. Конечно же, у военной компании нет никакого халвинга, как вы понимаете. Но в любом случае интересно наблюдать за этой корреляцией, ведь иногда она просто идеальная. А теперь, друзья, я прошу вас поучаствовать в интерактиве. Сейчас в верхнем правом углу экрана вылезет подсказка с опросом. Как вы считаете, военная неопределенность или страх войны толкает цену биткоина вверх? Или давит цену биткоина вниз? А может вообще никак не влияет? Обязательно проголосуйте, чем больше вас проголосует, тем точнее результат. До сих пор не проголосовали? Давайте, давайте, я жду. И еще раз повторяюсь, я не хочу, чтобы именно война стала причиной того, что биткоин сильно вырастет. Война это ужасно, война это больно, война это горе и слезы. И я это говорю как гражданин страны, в которой уже почти 6 лет идет непрекращающаяся война. Однако мы не можем игнорировать эти военные страхи и экономическую неопределенность, потому что в наших обязанностях защищать наше богатство, сохранять его и приумножать. Перед вами график неопределенности в глобальной экономической политике. И как вы видите, он находится на отметках своих исторических максимумов. Сейчас вы можете наблюдать множество людей, граждан Ирана, вышедших на улицы, чтобы встретить прибывающий самолет, везущий на борту тело иранского генерала Касима Сулеймани. Конечно же, в Иране заговорили о мести за убийство генерала, на что Трамп ответил, что готов нанести более 50 ударов по Ирану. Крайне удивительно, что это только усугубило течение конфликта, и Иран объявил о возобновлении обогащения урана, тем самым покину в рамке ядерной сделки, которую когда-то подписал. Конечно, и США, и Евросоюз, и даже Россия отреагировали на это с обеспокоенностью. Все это только подкидывало индикатор войны к новым историческим пикам. А это означает только то, что в компанию потекли деньги, а деньги компания получила в известных целях – создавать вооружение в Соединенных Штатах Америки. А теперь снова возвращаемся к теме биткоина. Курс биткоина взлетел до 26 тысяч долларов в Иране. В разных источниках цена биткоина составляла 24, 26, 29 тысяч долларов в Иране на фоне конфликта с США. Это все новостные ресурсы, форклок даже, коинспот. Весьма уважаемые товарищи в криптопространстве. Да, ребята, я бы хотел, очень хотел, чтобы цена биткоина взлетела до 24, 26, 29, до 30 тысяч долларов. Но одновременно с этим я также не хочу поддерживать ложь, распространять фомо или фат. Давайте сегодня откажемся от хайпа и покажем реальность. А то все хайпят вокруг, а кто будет рассказывать правду? Вот это все хайп. И, откровенно говоря, ложь. Да, на иранских биржах LocalBitcoins цена одного биткоина достигала отметки более чем 1 миллиард иранских реалов. Отталкиваясь от этой цифры, множество информационных ресурсов, каналов, медиа, средств массовой информации, блогеров, а потом и людей в социальных сетях писали о том, что в Иране цена биткоина достигала 30 тысяч баксов. Здесь не нужно проводить серьезное расследование. Вам просто нужно найти человека, который живет в Иране и сможет объяснить, правда это или нет. И я такого человека нашел, и он мне объяснил. Проблема в том, что насчет стоимости доллара в Иране существует большое недопонимание. Фактически правительственная оценка стоимости доллара это 42 тысячи реалов. Именно такой курс отображается в гугле, и именно поэтому многие попались на этот крючок. Реальный же курс для людей составляет 138 тысяч реалов. Поэтому берем этот курс биткоина, который был на иранских биржах, делим на реальный курс доллара для людей в Иране и получаем 7354 доллара. Приблизительно столько же биткоин стоил и в мире. Никакими 20 или 30 тысячами долларами даже не пахло. Хотя, конечно, очень хотелось бы. Еще хотел напомнить про черного лебедя. Как раз то, что случилось между США и Ираном, практически непредсказуемое событие. То, что и называется черным лебедем. И посмотрите, как этот черный лебедь повлиял на рынки. Биткоин и драгоценные металлы сразу пошли в рост. А рынок акции сразу просел. Поэтому, как я уже и говорил в некоторых своих видео, мы очень зависим от любого события, которое может нарушить целостность этой хрупкой системы. А меня зовут Богатейший Ди. Проверяйте новости и подписывайтесь на канал. Нас уже более 55 тысяч. Это просто нереальный рост. И спасибо вам за такую поддержку. Она действительно мотивирует. Я прям заряжен, заряжен на этот год. И знаю, что он будет очень крутой. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. А также желаю вам никогда не увидеть войны. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!